МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Масштабные работы на магистральных сетях Горводоканала станут причиной безводных выходных для жителей нескольких районов Волгограда. Региональный оператор программы капитального ремонта никак не может набраться опыта и постоянно становится объектом критики со стороны горожан. Волгоградский государственный университет стал альма-матер для семейства соколов. Другие птицы облюбовали высокий потолок нового учреждения культуры. Уроки французского на стадионе Волгоград-Арена. Интернациональная команда закончила подъем крупнейшей в России вантовой кровли. Сегодня строители стадиона Волгоград-Арена объявили о завершении сложнейшего этапа работ по подъему в проектное положение на высоту почти 50 метров вантовой системы кровли. Так называемый шеф-монтаж выполняла международная компания из Франции, которая известна строительством мостов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Французские строители признались, что вложили в работу на Волгоградской арене сердце и душу. И очень довольны результативным сотрудничеством с российскими специалистами. За время совместной работы у интернациональной команды сложились добрые отношения. Большое спасибо директору проекта Камену, потому что он управляет этим сложным проектом, но у него седга, есть время поговорить со мной. Вантовую систему сначала собрали в чаши стадиона, а затем окончательно подняли над трибунами при помощи почти сотни домкратов специального программного обеспечения и оборудования, доставленного из Франции. Теперь это самая крупная вантовая кровля в России. Параллельно в подтрибунных пространствах стадиона продолжаются работы по монтажу технологического оборудования футбольного поля, ведется внутренняя отделка помещений стадиона, завершается строительство входных групп и обходной пешеходной эстакадой. На главном объекте Волгограда, строящемся к чемпионату мира, сейчас работает более двух тысяч человек. Ударно поработать и провести сразу 33 мероприятия по модернизации городского водопровода планируют в ближайшие дни специалисты компании концессии водоснабжения. Прежде всего, планируется подключить к действующим сетям новые объекты водоочистных сооружений Краснооктябрьского района, насосную станцию и трансформаторную подстанцию. Будет также завершено обновление ряда участков водопроводной сети. В процессе будут задействованы сразу шесть магистральных трубопроводов. Соответственно, подача ресурса потребителям будет на время прекращена. Безводные выходные ожидают жителей Центрального и Ворошиловского районов, поселка Ангарский, научного городка в Краснооктябрьском районе и жителей микрорайона Натулака. На период остановки водоснабжения будет организован подвоз воды к социальным и медицинским учреждениям. Выполнение в Волгограде работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов на деньги жителей вызывает все больше вопросов. В редакцию «Высоты 102» ежедневно обращаются люди, чьим домам посчастливилось попасть в список подлежащих ремонту и куда пришли подрядчики. Претензии, как правило, возникают к качеству, а также к тому, что новое руководство регионального оператора страшно далеко от народа. Мы продолжаем судиться, писать письма в администрации, в прокуратуры, во все инстанции, но, к сожалению, они от нас отписываются и сообщают нам, что это не их компетенция, чтобы мы искали подрядчиков, обращались в фонды капитального ремонта. Фонд капитального ремонта, в частности, куратор этого ремонта, то есть объяснили нам, что тоже это не их. Ваши жалобы, обращения в фонд капитального ремонта, как реагируют, с чем помогают? Отписками в основном. Вот у меня есть письма. Фонд капитального ремонта Волгоградской области действует уже не первый год, но успех работы организации пока сомнители. На самых вопиющих случаях капремонта многоквартирных домов, когда приход подрядчиков становится стихийным бедствием, в итоговой информационной программе «Взгляд с высоты» в воскресенье. В здании Волгоградского государственного университета поселилось и готовится вывезти птенцов семейства соколов. Примечательно, что обнаружил гнездо сотрудник кафедры экологии и природопользования. В университете в соседстве с птицами из отряда соколообразных увидели добрый знак, ведь сокол является талисманом Волгу. Хищных птиц встречают и жители соседних с вузом домов. 11-летний Артем Кашевой даже стал спасителем маленького соколенка. Птица прожила в квартире целых две недели, не отказывалась от мяса, а когда юный сокол окреп, его отправили на волю. Кстати, птицы облюбовали издание будущего интерактивного музея в пойме реки Царица. Здесь под потолком была замечена пара крылатых постояльцев. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова